Добрый день, прекрасная картинка. Вы меня слышите? Да, мы вас слышим. Экспедиция Клуба Лидеров приветствует вас в бескрайних просторах Антарктиды. Спасибо, привет, ребята. Я помню, как вы мне рассказывали в Москве о этой экспедиции. И в этой связи, конечно, имея в виду, что ваше мероприятие имеет, безусловно, такой общий российский размах, хотел бы напомнить, что наши соотечественники, именно наши соотечественники, Фадей Беллинсгаузин и Михаил Лазарев, являются пионерами открытия Антарктиды. И мы еще в следующем году, по-моему, будем отмечать 60-летие первой экспедиции. Знаю, что у вас очень большая в Антарктиду, тогда в советской экспедиции. В общем, у нас большой-большой опыт исследований. Это очень интересный, уникальный уголок мира. К сожалению, не все, кто планировал принять участие в этой экспедиции, смогли это сделать. Вчера только разговаривал со своим помощником, с Белоусовым Андреем Ироничем. Он очень переживает, что из-за загрузки по работе не смог к вам присоединиться, хотя прошел всю необходимую подготовку. Но я рад тому, что в целом экспедиция состоялась, и вы смогли ее осуществить. Знаю, что у вас запланировано большое количество мероприятий, много людей принимает в этой работе. И если вы бы напомнили, рассказали о том, что вы планируете, в том числе и тестирование современной отечественной техники по радио-видеосвязи, я был бы вам признателен. Спасибо. Владимир Владимирович, мы уже сейчас, по сути, тестируем российскую технику, потому что то, что сейчас происходит, это первый в мире телемост Антарктида-Москва. Никто никогда в мире этого не делал. Причем это стало возможно благодаря российским разработчикам, российским инженерам, и большая часть оборудования, которое сейчас используется, это российские производители. Мы разбили здесь, в 16 тысячах километрах от Москвы, палаточные лаги, и завтра мы планируем наштурм. Наша цель – поднять российский флаг над самой высокой точкой Антарктиды, самой высокой вершины Антарктиды. Здесь представители среднего бизнеса различных отраслей, и наша цель – не только поднять российский флаг, но также и протестировать российское оборудование связи непосредственно на высшиве, это радиосвязи. Кроме этого, мы проведем ряд физико-биологических, медико-биологических исследований по поводу того, как восприимчивость человека в условиях гипотсии, в условиях высокогорья. И хотим взять проб воды самой высокой вершины Антарктиды. Говорят, это самая чистая вода, и мы думаем, что она продлевает жизнь. Кроме этого, не секрет, что клуб лидеров уже год проводит контрольные закупки. Так вот, мы уже, можно сказать, контрольную закупку в Антарктиде провели и выявили одну несправедливость. Здесь туристов в общем-то российские пилоты на российских легендарных ИС-76. Но операторы и обслуживают, собственно, наши самолеты иностранные компании. А это достаточно большой поток, около 6 тысяч туристов. И мы пытаем все-таки создать российскую туристическую инфраструктуру для популяризации антарктического направления в нашей стране. И если вы, Владимир Владимирович, не возражаете, то о возвращении в Москве мы бы хотели эти все идеи с вами обсудить. И если вы поддержите, клуб лидеров готов взяться за данную задачу. Отлично, давайте так и сделаем. Естественно, там, где вы появляетесь, там всегда находится возможность для творчества и для предпринимательской деятельности. Я в этом нисколько и не сомневался. Видите, вы даже в Антарктиде нашли такую возможность. А как вы собираетесь встретить Новый год? Новый год у нас выпадает на высокороле. Это где-то в районе 4 тысяч метров. Поэтому будем выходить на связь с российскими предпринимателями во всех крайних точках России. И, собственно, поэтому мы не сняли с собой оборудование. Вот у нас лежит радиосвязь с российской радиостанцией. Будем вытестировать. Понятно. Я хочу пожелать вам удачи, хочу пожелать вам всего самого доброго в новом году, успехов в вашей работе, успехов в восхождении на эту вершину. Пожалуйста, передайте самые лучшие пожелания всем участникам экспедиции. Я знаю, что в целом задействовано достаточно большое количество людей, около 200 человек, 34 научных организации. Если вы так или иначе принимали участие в обеспечении этой работы, передайте самые лучшие пожелания экипажам судов и морских, и воздушных судов. Я желаю вам всего самого доброго. С наступающим Новым годом. Спасибо большое, Владимир Владимирович. С наступающим Новым годом. Всего хорошего. До свидания. Удачи, ребята. Спасибо. 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 Спасибо.